...техной церкви, который предлагает коммерционную сферу в учебном процессе. ВУЗ, понятно, да, это заведение, где основные и все обученные заслуги, направления, подразделения, доточенные здесь заслужения на организации учебного процесса, на подготовку специалистов. И вот, я уже сказал о том, что в 15-й часовой встрече с нашим руководителем, Министр оборудования делал нашим младшим, и он одним из приоритетных направлений обозначил подготовки к полицейскому новому же структуре полицейского. Это интеллигентность, это культура, это подготовленность, компетентность, профессионализм для того, чтобы наши сотрудники, сотрудники полиции достойно представляют министерство в любом обществе. Прежде всего это человек, это его защита, его безопасность, и эти все направления и позиции сейчас отражаются на них прежде всего в организации учебного процесса. Что такое учебный процесс в университете? Это 38 каждых, самых-самых различных, в общем, гуманитарных, специальных. Это 508 коллективных преподавательских составов человек, это 142 учебных планов, 559 дисциплин, которые осваивают наши курсанты, слушатели. Все, что связано с инновацией, конечно, это прежде всего смесь практики, это практическая составляющая. По всем тому, что я уже сказал, все рабочие, все планы, в основном, переработаны с усилением практической составляющей в организации образовательного процесса. Это до 40% практических занятий, которые проводятся, в том числе на базе функционных служб подразделений ГЛАПа, нашего жительского региона, который, в общем-то, у нас является основным ключом. Конечно, большое внимание уделяется тем практикам, а их четыре у нас, в самом деле, отмечением практической составляющей, начиная со второго курса, со второго курса, со второго курса, и дальше на третьем, четвертом курсе, практике сиждровки, на пятом курсе, последнее, дипломная практика. Ну и вот, совместно уже, с совместными приказами, руководителями, начальника университета, начальника ГЛАПа, целый ряд нормативных документов и приказов подготовленных, которые регламентируют прохождение стажировки. Суточные наши конкурсанты, начиная с четвертого курса, через наши конкурсанты, все проекты проходят суточную стажировку в составе противно-следственных групп, в дежурной части, на что также место уделяло 15-го врачного. Серьезное внимание для лица органов, это лицо всей службы охраны безопасности, без исключения, поскольку начинается и стали сопричтения у правильного человека от того, как его встретили на пороге и второго части, и так далее, и мы приняли решение руководителями университета и поддерживаем начальника ГЛАПа, о том, что такая же личная практика будет продана каждому дежурной части, мы сами попробовали, посмотрели, увидели, почувствовали, что это будет на практике. Кроме этого, совместно за приказом определено, и я в этом году не всегда говорил, стажировка профессорского преподательского состава, сислованного прежде всего, именно профильных службах и продажерения УВД, для того, чтобы повысить свою квалификацию. Что касается новаций образовательного процесса, прежде всего, как я сказал, на блочном модуле обучения, это комплекс тем, объединенные модули, которые позволяют с первых курсов нашим курсам осваивать те практические навыки, которые необходимы ежедневно, в частном сотруднику полиции в ходе практических служб. Это умение обучения протокола, это умение вести общение с гражданином, с гражданами, то есть вот те элементарные составляющие, которые необходимы сотруднику, они прививаются в ходе блочном модуле обучения. Только на первом курсе у нас курсанты проходят 10 модулей первоначальной подготовки, поскольку об этом не будет сказано, мы с первого дня, и каждого начисления в УВД, мы сам становимся полно-правым сотрудником оборудования. Более того, только за 10-й год наши сотрудники и курсанты, и слушатели, и постоянный состав порядка 9 тысяч человек были задействованы в охране общественного порядка и безопасности на улицах города.